Как сэкономить на оплате за отопление? Во-первых, нужно утеплять дома, менять систему отопления и уменьшать энергопотери. Деньги на эти проекты предлагают европейские фонды, а также частично финансирование можно взять в банках. Основным условием, чтобы обратиться за финансированием, является наличие товарищества в доме. К сожалению, очень многие дома не имеют даже старшего по дому, не говоря уже о товариществах. Кто-то боится, кто-то из-за незнания, кто-то просто не хочет брать на себя ответственность. Но самое лучшее, что мы можем сделать для себя, это взять ответственность за свою собственность в свои руки. Из-за этого Рига очень сильно отстает в области увеличения энергоэффективности от других городов. Не реновируя наши дома, мы продолжаем отапливать земной шар. Вчера на жилищном комитете выступало Рижское агентство энергоэффективности. Это агентство одной остановки, и они в том числе общаются со старшими домов и товариществами, помогая людям организовать товарищества, если их нет, или уже организовать ремонтные работы, если товарищества есть. В процессе подготовки бюджета этого года мы беседовали с агентством и сошлись во мнении, что нужно продолжать работать с людьми и помогать им организовывать товарищества и привлекать средства для реновации домов. Мы считаем, что в этом году должны состояться сотни встреч агентства энергетики с жителями домов, чтобы запустить создание товариществ и привлечение средств для утепления домов и увеличения энергоэффективности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...